Уважаемые зрители, в продолжении своих предыдущих серий, рад вам сообщить, что неугомонный Варис продолжает активно внедрять лянку во всех уголках Дагестана. На этот раз он добрался до прославленных олимпийских чемпионов и сходу заразил этой игрой всю спортивную школу нашей республики. Можно только позавидовать той энергии и желанию, с которыми Варис старается распространить лянку и, вместе с тем, здоровый образ жизни среди дагестанцев. Достаточно сказать, что каждую неделю Варис собирает любителей лянки со всего Дагестана возле Манайского кольца и организует увлекательные турниры. На этом видео вы видите Вариса в региональном центре спортивной подготовки в городе Махачкале. Он попросил у знаменитого тренера Магомеда Абдул-Керимовича Гусейнова сказать несколько слов об этой удивительности. Мы думали нашим и старшим поколениям. Это было наше детство, поэтому оно развивается подвижно, скоро, быстрота. Дети будут отрываться от телефонов, детям будут заниматься, с чего начинят спор у детей. И наши молодости, что так проходили. Мы спорили, сколько раз без остановки приехали на время. Ну, хорошо, что вот сегодня она появилась и первый раз удивился также. Мне стало приятно, что исполнилось свое действие и сколько раз мы... В те времена были соревнования на ней, хотя там таких соревнований не было, но мы играли часто, часто играли во дворе, на улице. После учебы она была для нас очень таким, после занятий отдыхающим видом спорта. Спасибо большое. Вот новые люди подошли. После этого Борис попросил главного тренера сборной Дагестана по вольной борьбе Сажидова немного попробовать себя в лянке. Несмотря на загруженность тренерской работы Сажид попробовал, и, как вы все видите, у него это получилось. Кое-кто из тренирующихся ребят не удержался и также попробовал свои способности в лянке. Да, без сомнения, эта игра очень заразительна сама по себе. Далее он подошел к олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдурашиду Садулаеву и попросил его сыграть в лянку. Несмотря на то, что он в настоящее время травмирован, Абдурашид показал неплохую игру. А вот другой наш прославленный спортсмен и однократный чемпион мира Европы Куромагомед Куромагомедов несмотря на свои внушительные размеры сумел показать отличный результат. Думаю, что не всякий молодой способен такое повторить с лянкой. Ну а победителем этого своеобразного мини-турнира вышел вице-президент бойцовского клуба Горец Курбан Магомедов. Он сумел 9 раз подбить люру в этом ограниченном пространстве. Уверен, на открытом месте нашим спортсменам удалось показать более высокие результаты. Ну что ж, в заключение пожелаем нашему Варису дальнейших успехов в распространении этой увлекательной и полезной игры. Эта игра позволяет мужчине проверить себя насколько он подготовлен физически. Если после нескольких люр у вас уже начинается одышка, то это серьезный сигнал к занятию спортом. Держите себя в форме и будьте здоровы. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и распространяйте это видео.